Субтитры создавал DimaTor Друзья, тем, кто не знает, почему мы ввели в наше служение изучение Торы, это решение Духовного совета. И таким образом мы также сейчас вместе со всем еврейским миром, который верит в Бога, в синагогах, вы знаете, сейчас изучается Тора, и мы тоже приняли эту форму. Конечно, у нас немножко другое наполнение Торы. То есть есть моменты, которые мы немножко по-другому смотрим, но тем не менее мы изучаем, мы считаем это очень важным. Почему мы считаем это очень важным? Потому что Тора — это что? Это Слово Божье. Аминь. И Бог, Он посылает Своё Слово в вашу жизнь. Это Слово что делает? Оно течёт в вашу жизнь. И написано, хотя оно течёт, оно подобно, как Бог говорит, подобно молоту, и оно подобно огню. Молот, Он что делает? Разбивает всякие твердыни неправильные. Всё, что нас притыкает в нашей жизни, оно выжигает, оно созидает нас. И оно проходит через наше сознание, оно идёт нам в сердце. И если это Слово находит там хорошую почву, то что получается? Оно производит плод 30, 60 и 100 крат. И тогда меняются наши жизни, меняются обстоятельства вокруг нас, меняются наши семьи, меняются наши дела и так далее. Мы сильнее познаём Бога, любим Его. И написано, что если мы тогда, значит, что Слово, оно является светлом стезе нашей, светлом ноге нашей вернее. Если мы пойдём, то не споткнёмся. Если мы побежим, то что? Не устанем, не упадём и так далее. Вот что значит Слово Божье. И ещё хочу сказать в дополнение, ну почему именно Тора, понимаете? Потому что Ишоа, он говорил, вы читали, говорит, Тору, и Танах вообще в целом читали, там, говорит, обо мне написано. Вот, значит, и я вообще-то пришёл для того, чтобы исполнить то, что написано там. То есть напомнить вам, чтобы рассказать об истинном смысле и на самом деле сделать то, что там не получилось ещё у вашей жизни до сих пор. А вообще-то в чём смысл закона, в чём смысл Торы, в чём смысл Завета? Привести людей куда? К Богу привести, да? Привести людей ко Христу. Я, говорит, пришёл для этого. Поэтому для нас очень важно изучать это слово, изучать именно Тору. Почему? Может, там написано об Ишоа, там написано о путях. И я хочу сказать, что очень трудно понять настоящую благодать, не изучая закона. Это я сто процентов знаю. Потому что тот, кто считает, что благодать ему на всё, прежде всего хочу напомнить, что вообще-то благодать даром – это для чего? Для спасения. А всё сдальное, друзья, что нам надо делать? Трудиться надо, да? Приявлять усилия и так далее. И вот тогда, если мы это делаем, тогда уже благодать, она как бы нам дополняет. А мы часто надеемся по благодати куда прямо? Да, 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 да. Ну и при том на земле ещё, да? Вот. Значит, поэтому для того, чтобы мы и благодать понимали, и понимали, что такое закон, мы изучаем Торы. Я для себя, честно говорю, для меня это огромное благословение, вот изучать Тору. Ну, много могу сказать. Ну, ладно, пойдём дальше. Значит, так. Сегодня мы изучаем раздел Торы, который называется «Вайра». То есть и явился, и открылся. Это очень важная глава, которой Бог действительно открылся своему народу. И её, чтобы понять её вполне, мы чуть-чуть вспомним, что говорилось в предыдущей главе. То есть мы изучаем сегодня шмот, то есть исход, шестая глава, второй стих, ну и до конца девятой главы. В предыдущей главе говорилось о том, что Господь, он послал Моисея, значит, сказать фараону, чтобы он отпустил его народ. Ну, фараон сказал, а кто такой этот Яхва, которому я должен отпустить? Вот, не отпущу. И ужесточил давление на израильский народ, короче, солому там, они же кирпичи делали, значит, сказал солому им не давать. И они восстанали, и они пришли, значит, и высказали своё мнение. Это было, наверное, весьма серьёзно, потому что когда народ пришёл к Моисею, значит, и сказал, ты что-то неправильно сделал. Вот, и Моисей, конечно, такой вот он, заканчивается предыдущий отрывок, который тем, что Моисей говорит Богу, ты не спас народ свой. Ну, серьёзно так вообще-то, да, такое заявление? Он говорит, ну, ты не сделал того, что обещал. И вот наша глава, которую мы изучаем, изучаем, которой Бог открывался и Моисею, и своему народу, значит, я её назвал так, это короткий разговор, то есть для себя, вот, короткий разговор, значит, почему короткий, значит, вы увидите, но очень-очень глубокий разговор. В основном здесь говорится, в общем-то, в этой главе в основном говорится седьмая, восьмая, девятая глава о семи казнях, вот, но мы основываемся на шестой главе, вот, где именно состоялся этот разговор, и где Бог открывался, значит, Моисею, своему народу. Итак, исход, шестая глава, с первого стиха по девятый. «И сказал Господь Моисею, теперь ты увидишь, что я сделаю с фараоном». То есть именно теперь, с этого момента, сейчас я начну действовать. Я начну действовать в твоей жизни, в жизни израильского народа, и ты увидишь. «Под действуй руки крепкой, он отпустит их, под действуй руки крепкой, даже выгонит их из земли своей. И сказал Бог Моисею, и говорил Бог Моисею, и сказал ему, «Я Господь, ну, здесь имеется в виду, я Яхве, являлся я в раму Исааку Якову с именем Эль-Шаддай, то есть Бог всемогущий, а с именем моим Яхве я не открылся им». Значит, ну, то есть они знали это имя. Раньше он говорил им, что он тоже, что он Яхва, да? Значит, ну, не открылся, то есть по всей полноте. «И я поставил завет мой, мой с ними». Завет – это будет второе ключевое слово. «Чтобы дать им землю ханаанскую, землю странствования их, в которой они странствовали. И я услышал стенание сынов Израиля о том, что египтяне держат их в рабстве. И вспомнил завет мой. Итак, скажи сынам Израилевым, я, Яхва, и выведу вас, как Яхва, выведу вас из-под ига египтян, избавлю вас от рабства, и спасу вас мышцу простертую, и судами великими, и приведу вас, так, и судами великими, и приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь, Бог ваш, изведший вас из-под ига египетского, и введу вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, клялся дать ее Аврааму, Исааку, Якову, и дам вам ее в наследие. Я Яхве. Моисей пересказал это сынам Израилевым, но они не послушали Моисея по малодушию и тяжести работы. То есть он все сказал, все передал, но они были настолько забиты всем этим, понимаете, своими жизненными проблемами, что он сказал, что ты говоришь, Моисей, нам бы соломы, понимаешь, было бы легче гораздо. Ну, так получилось. И в дальнейшем Бог уже помогал как бы познавать себя. О чем здесь говорится? В начале главы Бог сказал, значит, Моисею, значит, как мы говорили теперь, что именно с этого момента. И он начал, и первое, на что указал Господь в своем, скажем так, пути избавления еврейского народа, о том, кто он. То есть он назвал свое имя. То есть фактически он сказал, вот мое избавление начинается с того, что я открылся вам, как Яхве, значит, и это есть, и это очень важно для нас, для вас. Вы что-то должны через это имя, вы что-то должны помнить. Это мое имя, ну, это тетраграммон, вы знаете, он из, ну, в еврейском алфавите, значит, согласные, согласные звуки. вот, и сейчас никто не знает точно, как бы, как звучало это имя, но он, фактически здесь Бог говорит, что, что это не просто, ну, сочетание, такое необычное сочетание, какое-то такое, что, но это имя, которое несет за собой что-то, понимаете, и главное, как мы потом видим в дальнейшем, да, что несет это имя, это имя говорит о том, что Бог, он способен исполнить любое слово, которое, любое обещание, которое он давал, значит, ну, про отцам, и которое он давал еврейскому народу. Я здесь говорю не о теологии имени Яхвы, понимаете, я не об этом сейчас говорю, я говорю о том, что для нас это имя, и для еврейского народа, оно значит практически, ну, такая есть такое понятие, практическая теология, вот, что практически оно означает, то есть Бог, он говорит, раньше вы знали меня под именем Эль-Шаддай, то есть Бог всемогущий, то есть я открывался вашим родителям, прародителям, вот, значит, и вы видели, как я действовал в жизни прародителей, да, то есть я спасал их от, там, правителей, значит, изменял их решения, вот, я там действовал, изменял там ход, можно сказать, природы, когда Исаак, помните, он садил в сухую землю, там, сто крат получил урожай, и так далее, вы видели, как я заботился о вас, как о семье, как о роде, да, как о племени, и так далее, но, и я, вы знали, что я Яхва, но вы не могли полностью познать это имя, почему, потому что настоящее, как бы, его значение, вы увидите сейчас, когда вы увидите меня, как Бога, там, скажем так, там я был Богом локальным таким, ну, еще непонятно, то есть он, всеобщий это Бог или нет, понимаете, значит, а здесь вы увидите, что я действительно, вот, я глобальный Бог, то есть мне подчиняется и космос, мне подчиняется судьбы народов, мне подчиняется природа, и так далее, вы увидите, то я откроюсь вам, понимаете, о чем здесь говорится, очень важно, то есть первое, о чем хотел сказать Бог, чтобы его народ, он понял, кто он, и это важно, для Божьего народа всегда важно понимать, кто, кто, кто есть Бог, и что обозначает его имя, у Бога много имен, много имен, ну, почему у него много имен, ну, потому что трудно выразить его сущность, а имя Бога, оно выражает его сущность одним, да, вот меня можно выразить, Сергея Стеценко, ну, все знают, да, кто-то может меня считать хорошим братом, какими-то возможностями, ну, эти возможности, они что, ограничены, а имена Бога, они обозначают его безграничные возможности, да, Элохим, Творец, Эль Шаддай, Бог Всемогущий, значит, Эль Элеон, да, там, Бог Всевышний и так далее, то есть множество имен, в которых Господь, Он открывался своему народу, а теперь, говорит, вы узнаете, теперь меня, ну, теперь по-другому, еще узнаете одно из моих имен, и вы увидите, насколько это важно для вас, как народа, и насколько это важно для вас, как для каждого. Итак, имя Бога, это его сущность, и нам очень важно, как бы, входить в эту сущность, и познавать эту сущность. Почему? Имя Господа, крепкая башня, убегает в нее праведник, и безопасен. Аминь. То есть есть проблема, да? Имя Бога, Господь, Ты спаситель, Ты покров мой, Ты защита, и что? И ты уже в башне, да? И уже никто не пробьет. Это реально так? А Бог нам говорит, я, говорит, бодрствую над словом моим, чтобы оно исполнилось. То есть, если ты поймешь, что Он действительно крепкая башня, значит, Он будет крепкой башней в твоей жизни, и никто не пробьет эту крепкую башню, никто туда не войдет. За то, что, в другом месте, это было в притчах 18-10, Псалом 90, 14-16, за то, что Он, значит, имеется в виду человек, возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что Он познал имя мое. Круто, да? Значит, воззовет ко мне и услышу. То есть, познал имя, воззвал, значит, Он услышал. Почему? Он Бог слышащий. Это тоже одно Его из имен. Он слышащий Бог. С Ним я в скорби. То есть, Он тот, кто ходит рядом с тобой. Он Бог, ходящий рядом с тобой. Это тоже Его имя. Значит, избавлю его и прославлю его. Он избавитель. Да Он еще даже обещает прославить. Значит, долготой дней насыщу Его и явлю Ему спасение мое. Аминь. Вот почему нам важно, нам так важно познавать имя Бога, как верующий, да? И понимать, что это не просто название, что Он там далеко, да? Одно из Его, значит, имен обозначает, что Он Бог, Яхва Шамма. Значит, Бог там, да? и обозначает, то есть, у Него много имен, и которые каждый обозначает какое-то действие в нашей жизни. Вот именно Яхва Рохи, да? Он Бог, пастырь мой, который ведет меня. Илова Ира, значит, Яхва Ира, Бог, который что? усматривает все. То есть, если у тебя чего-то нет, значит, мудрости, я не знаю, значит, там, каких-то пониманий, да? Значит, познавай Его, вернее, обращайся к Нему, как Бога усматривающий, не хватает тебе чего-то. Боже, усмотри для меня, он покажет пути, как достичь этого. То есть, это не обозначает, что он, если у тебя не хватает финансов, что он скажет, вот, пойди туда, там финансы есть, возьмешь, значит, сколько там тебе надо, отсыпешь. Немножко не так. Он скажет, трудись своими руками, да? Работай на работодателя, что? Как для Господа, да? И тебе нормально все будет у тебя, у тебя все получится. Он открывает свои пути, он показывает, каким образом это делать. Это обозначает его имя. Итак, значит, имя Господа. Он, значит, мы читаем филиппийцам 2, 6, 9. Он, будучи образом Божиим, имеется в виду Оишо, не почитал хищением, быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог превознес его, и что? Дал ему имя выше всякого имени. Аминь. Друзья, то есть, нет другого имени, которым нам бы надлежало бы спастись под этим, ни на небе, ни на земле. Притом, спастись, имеется в виду спасение, как дар вечной жизни, спасение от обстоятельств, спасение от нашей глупости, спасение, значит, от ситуаций, в которую мы попадаем, согласно вот этому качеству некоторому, значит, и так далее, да, то есть, это, у нас нет другого имени, которому надлежало бы спастись. И поэтому, понимаете, если мы хотим, если мы хотим быть детьми Божьими, если мы хотим ходить в силе, если мы хотим решать, чтобы в нашей жизни происходили, ну, изменения, благотворные изменения, нам надо прилагать вот эти вот все усилия, да, чтобы познавать это, познавать имя Божье, и прежде всего имя Ешо, потому что Он, наш Спаситель, Он тот, кто ведет нас по жизни, Он есть путь истинной жизни, это мое самое любимое, наверное, слово, значит, в слове, он путь, здесь какая глубина, друзья, то есть, это путь, к которому мы идем, это истина, которую мы получаем, это жизнь, которая приходит в нашу жизнь благодаря, значит, этому познанию. И, как неправильно, значит, если мы меняем вот имя Божье на имена человеческие, понимаете, то есть, когда упование вместо Бога на кого? На знакомых, на родственников, на себя, вот, что является вообще уже, мы понимаем, проклятием и так далее, да, что говорит слово? Псалом 61, сыны человеческие, только суета, сыны мужей ложь, если положить их на весы, все они вместе, представляете, 6 миллиардов положить, вот, и все они вместе, легче пустоты. Ну, это не значит, что мы такие уже никчемные, не-не-не, друзья, Бог не уничижает нас, Он говорит, просто по сравнению со мной, по сравнению с моей мудростью, силой, любовью, возможностями, вот, если всех, и президентов, значит, и помощников, и начальников, и так далее, и всех мудрых, и всех философов, и всех ученых, да, вот, сложить их вместе, и на одних весах Господь, да, а на других, мы знаем, то они легче пустоты, вот, просто, что мудрые, поэтому всегда, значит, нам надо искать, кого нам надо искать, надо искать Господа, познавать Его имя, вот, и тогда это действительно тот путь, который Бог предусмотрел для своего народа, это тот путь, который Бог там, нам еще за полторы тысячи лет до Ишоа, он, значит, открыл, открыл для нас. Второе, что сказал Бог о себе, и я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю хананскую, то есть, второе, что он открыл о себе, не только свое имя Яхва, да, он говорит, как Бог, именно вот то, о чем мы говорили, да, он говорит, я Бог завета, то есть, он фактически сказал своему народу, друзья, вы, ну, смотрите, допустим, у вас есть друзья, у вас есть родственники, вот они иногда говорят, вот вчера сказал, я приду, я сделаю, я помогу, я дам, и так далее, да, вот, и забывают, или не делают, или еще, а я сотни лет назад, я сказал вашим праотцам, в смысле, я не забыл, то есть, я произвел народ, а теперь я вывожу свой народ, я же говорил, он же говорил Авраму, что через 430 лет я выведу, это будет великий народ, я там буду его угнетать, я выведу его потом оттуда, и введу в землю, вы должны понимать, что я Бог Завета, вот, это был тот Завет, да, как мы говорим, значит, в Синайске Завет, да, значит, Завет Аврама, ну, Синайский Завет, вот, теперь у нас Новый Завет, и этот Новый Завет, о том, говорит о том, что Бог, он, что мы находимся с Ним в Завете, и то, что Он сказал в Нем, Он исполнится 100%, и мы всегда об этом должны помнить, и третье, о чем Бог сказал Моше в этом кратком разговоре, это о своих путях в жизни людей, которые Он использует для их избавления, здесь вот я ключевые слова прочитаю, здесь выделил их себе, ну, в том, что я читал отрывки, да, и так скажи сынам Израилем, что я, Яхвы, выведу вас из-под гнета, избавлю от рабства, спасу вас мыслью просертую и великими судами, ну, предварительно, что значит пути, да, то есть здесь Бог говорит нам о том, как Он действует, да, пути, это, ну, такое, наверное, по-другому, смотрите, Он показал пути свои Моисею, сынам Израилем, дела свои, то есть есть, как бы, две вещи, как Бог проявляется, значит, ну, так вот, что можно было пощупать, то есть дела пути, дела пути, значит, Израилю Он показал дела, ну, имея в виду того Израиля, который вышел из Египта, ну, имеется в виду манну, воду из скалы и так далее, они видели, это чудеса, еще другими словами, да, они видели эти чудеса, вот, и сильно это им помогло? Ну, не очень это помогло, понимаете, поэтому иногда, когда мы хотим жить его чудесами, да, вот, надо вспоминать, вот, то, что произошло с Израилем, ну, очень трудно, значит, ну, быть, скажем так, вот, успешными людьми, живя, значит, только чудесами, что такое чудеса, да, это, я люблю чудеса Божьи, я не отрицаю, особенно когда тяжело, я всегда защитный, но только чудесами, да, от чуда к чуду, друзья, это очень тяжелая жизнь вообще, я хочу сказать, это жизнь в пустыне, понимаете, когда ты идешь, 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 но уже почти падаешь, ох, немножко водички тебе, да, благодать, потом опять идешь, там, воды в этой пустыне, потом раз, там, манна, да, вот, значит, это чудеса, а что такое, что такое пути, Моисей просил Бога, это исход 33, итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, это уже в конце своей жизни, он говорит, Боже, ну, вот самое главное, вот если, если ты меня любишь, если ты как-то ко мне относишься по-доброму, скажи мне, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, он не просил, яви мне чудо свое, он говорит, открой мне путь твой, ну, расскажи мне, как мне жить, как мне приобрести сердце мудрое, да, ну, чтобы, ну, чтобы сердце было мудрое, чтобы, ну, я понимал, как мне действовать в этой ситуации, в этой ситуации, да, чтобы я понимал этот мир, чтобы я понимал тебя, себя, моих соплеменников, чтобы я руководил этим большим народом, открой мне путь твой. Очень важно, вот, знать и искать Божьих путей. Почему? Это, это правильный путь, друзья, чудеса, на этом пути всегда будут чудеса, я вам хочу сказать, потому что мы все время забредаем в разные дебри, и нам нужны эти чудеса, но не как путь нашей жизни чудеса, понимаете, о чем я говорю? Я говорю о том, что чудеса просто как то, что периодически являет нам силу и славу Бога, потому что дела его, это 110-й, по-моему, псалом, дела его слава и красота, то есть дела классно, понимаете, чудеса классно, вот, ну, путь, это благословенно, понимаете, вот, когда ты идешь, почему? Потому что путь праведника, он как светило лучезарно, которое все более и более светлеет до полного дня, не так путь беззаконных, они не знают, обо что споткнуться, если мы знаем Божьи пути, то, соответственно, мы знаем, как идти, это благословенный и правильный путь, и нам надо познавать пути, где мы можем познавать пути, друзья, но только в слове, конечно, только читая его слово, смотря как он действовал в жизни одного человека, другого, в жизни народа, поэтому мы изучаем-то вообще-то Тору, то есть для того, чтобы познавать его пути, для того, чтобы нам его пути, то есть каким образом нам поступать, чтобы они раскрывались для нас, и здесь нам Бог показывает свои пути, что он, ну, один из путей, главный такой путь, как он действует в нашей жизни, смотрите, выводит, избавляет, спасает, не всегда выводит, это еще не всегда избавление и спасение, я вот вспомнил такую книгу, или там фильм, кто не читал книги «Спартак», помните, рабы, они были выведены из своих этих загонов, где, ну, эти, как называется, гладиаторы, да, значит, они были выведены, но они не были избавлены, и тем более, они не были спасены, они так и не дошли до своих кораблей, они должны были там на корабле сесть и, короче, уехать потом с Апеннинского полуострова, из Италии, вот, ну, из Рима, но у них не получилось это, они не были спасены, поэтому вывезти, выйти еще, да, значит, это еще, это еще нет, но Бог говорит, я и выведу, и избавлю, и спасу, и у Него еще кое-что предусмотрит, говорит, это еще не все, что для вас приготовил, вы будете моим народом, я буду вашим Богом, аллилуйя, конечно, аллилуйя, хорошо, как народу, как Адам ходил с Богом в Адамском саду ходить, с Богом, говорить с Ним, получать совет от Него, мы же мечтаем все об этом, аминь, Бог говорит, это будет, это, это, я обещаю вам это, и, ну, говорит, еще, кроме того, друзья, у меня, говорит, еще есть кое-что для вас, вообще, Бог, он вообще безграничной милости, друзья, понимаете, у него всегда есть для своего народа очень много, я, говорит, веду вас в ту землю, о которой я клялся вам, да, и дам вам ее в наследие, ну, что это обозначает, это не обозначает, что он приведет нас туда, где полно всего, теперь только вот, бери там, это немножко по-другому, вы же помните, когда вошли в Ханан, там пришлось все сражаться, и землю у вас сделать, и так далее, он говорит, я сделаю так, что вы полностью раскроете, ваш потенциал, все, что я вложил в вас, да, оно раскроется здесь, на земле, вы будете счастливы, вам будет классно со мной, вы будете наслаждаться этой жизнью, и независимо от того, богаты вы, небогаты, вы учитель, или бизнесмен, вы проповедник, или вы служитель, значит, другой, независимо от этого, вы будете, значит, ваш потенциал будет раскрыт, Павел, он же не был там, каким-то таким, ну по-моему, мирским меркам, успешным человеком, он был успешным человеком, правильно, вот, у него может быть не было там чего-то, там золотов, там и так далее, но чудеса творились, его имя, значит, Павла мы помним до сих пор, да, кто, кого, кого знают, вот, так, как знают Павла, правильно, никого так не знают, вот, поэтому Бог обещает, что именно показывает нам, ну, именно свои пути в нашей жизни, и, знаете, мы можем, вот глядя на вот этот вот разговор, смотря на его пути, мы можем, мы можем даже сейчас, вот сейчас, мы можем понять, где мы находимся, то ли мы выведены, но еще не избавлены, да, значит, и спасены, значит, мы, вообще-то, Бог является, ну, тем Богом, которым он реально хочет быть, спасителем нашим, другом, да, значит, отцом нашим, и так далее, то есть, вообще, он Бог для нас, или он еще, элохим, он там еще далеко, он еще, знаете, то есть, мы еще не приблизились к нему, мы введены в эту землю, или не введены, и так далее, то есть, нам очень, ну, можно понять, короче, легче понять, где мы находимся, и что нам нужно делать, о чем надо молиться, да, вот, над чем надо нам трудиться, для того, чтобы вот это вот слово, которое Бог послал в жизнь еврейского народа, чтобы оно так же, мы же понимаем, что это и говорится и нас, в нашу жизнь, чтобы оно исполнилось в нашей жизни, ну, и в завершение хочу сказать, что этот год, друзья, это как мы определили для себя, каким годом, как он называется? Лицом к лицу, это год встречи с Богом, когда-то, где-то год назад, у нас был год семьи, я хочу сказать, что у нас было столько семей новых появилось, как в никаком году, сколько? 12 свадеб, друзья, у нас не было таких лет, не до того, значит, ну, может быть, после будет, когда мы станем побольше общины, это, вы понимаете, сила, как бы, нашего провозглашения, сила имени, то есть, мы дали имя этому году, это не год змеи, друзья, это год встречи с Богом, вот, и поэтому, давайте мы, вот именно будем особенно ревновать, вот именно о том, чтобы, вот через познание того, что Бог нам говорит, да, вот, вот в этом разговоре, вот в этой главе Торы, давайте мы будем приближаться к Богу, познавать Его имя, познавать Его пути, познавать, что Он Бог завета, вот, если мы будем приближаться к Нему, то Он что? приблизиться к нам. Аминь. Всем желаю этого и себе. Аминь.